я снова всех категорически приветствую сегодня у нас очередная распаковочка сегодня у нас опять будут велосипедные и около велосипедные штучки уже третий выпуск сегодня у нас будут во-первых грипсы это уже какие четвертые грипсы по счету эти грипсы интересные не с полурожками это заказал мой товарищ хороший вот будем их смотреть первыми упаковано добротно с какой стороны их открывать лучше так чтобы не повредитесь хорошо запаковали это уже 2 его попытка заказать себе грипсы первая попытка там пришли вообще не те вместо нормальных пришли какие-то самые дешевые я уже об этом рассказывал в предыдущей распаковке мои грипс мои грипсы вы помните эргономические такие здесь тоже они будут эргономические но так как у товарища нету на рогов на велосипеде на руле то он себе заказал грипсы с полурожками сейчас посмотрим как это будет выглядеть в живую больше ничего нету китайцы нам подарочков никаких не положили ничего не положили так вот рипс и носами и тут заклеили молодцы ничего не скажешь молодцы китайцы ответственно подошли к вопросу коробки нет значит вот здесь есть колечки коробки нет значит это какой-то или контрафакт или еще что то такое потому что мы допустим грипсы приходили они были все-таки хоть в какой-никакой но коробки а это видите в пакетике просто так ну это заглушечки торцевые а вот собственно эти полурожки ну что я вам могу сказать господа на картинке они выглядели гораздо побольше я не знаю как моему товарищу они понравятся или нет но мне если честно немножко они кажутся маловатыми им бы реально может раза в два больше быть тогда было бы интересно хотя может быть это предвзятое отношение потому что я привык к рогам на руле таким серьезным и поэтому мне так кажется опять же эргономичность мне кажется в нут побольше выглядела на картинке это часть которая эргономики якобы добавляет вот в руке она практически не чувствуется у меня правда большая рука вот то есть но в руке теряется вот это вот вот этот борода бородка я ее практически полностью практически не чувствую но посмотрим посмотрим как она будет выглядеть так это вот так и заглушечка это соответственно 2 грипса но опять же качество исполнения справедливые нарекания вызывает будем говорить прямо так как это чума одевается так вы видите ну тут вот тут помята подавлено не знаю видно не видно заметно незаметно подсвет попробую тут продавлено явно это не вы за доставки потому что упаковано было хорошо это видимо еще где-то во время производства он придавили он во вмятинах опять же облой остался то есть как бы его надо ли удалять или ли так ездить ну так ездить неудобно это нам по любому нам будет удалять этот облой не знаю вот и здесь тоже самое ну как бы не самая качественная проработка такие вот грипп сети но когда устал то можно соответственно взяться вот так вашу в руки отдохнули ну маленькие не рожки эти полу рожки маловато будет маловато мое такое мнение не знаю будем посмотреть мы еще установим посмотрим свое мнение выскажет их будущий хозяин и тогда уже будет видно и понятно о чем идет разговор так переходим второй посылочки она не менее интересно а может быть даже более это опять же этот же мой товарищ заказал себе экшн камеру для съемки покатушек на велосипеде для чего нужна такая камера то есть при езде на велосипеде также как при езде на любом транспортном средстве могут произойти любые неожиданности любые какие-то ситуации и лучше всегда иметь при себе запись которая подтверждает что ты не виноват что ты ни при чем то есть не будем скрывать на дорогах к велосипедистам водители относятся к пустому месту как человеку невидимки зачастую то есть игнорируют его полностью едешь по главной весов со второстепенной перед тобой кто-то выворачивает просто тебя проигнорировав и делай что хочешь хоть в кусты улетай я думаю многие сталкивались с подобным отношением автолюбителей больше ничего ничего в общем лучше конечно при на себе иметь камеру чтобы любые такие вещи заснять вот ну и просто для фана для интереса кататься вот вот такая камера вот мы ее наблюдаем написано было что это sg4000 а вот кстати проиллюстрировано как вот крепить на шлем велосипедный на руль велосипедный вот камеру было заявлено что это sg4000 приобрели мы ее что-то в районе по-моему 16 17 долларов около того в общем меня конечно вложат смутные сомнения что это sg4000 но всем случае коробка не оригинальная ну и вот вы видите опять же качество уже она вот она еще не приехала но она уже порвана вот такая лабуда вот сама камера внешне конечно похоже на sg4000 можно сказать практически идентично кстати на sg4000 я сейчас снимаю это видео вот вот сейчас вот прямо этой камерой вот очень похожа она визуально но меня вложат смутные сомнения за такие деньги да ой такой люфт у коробки вот сама камера выглядит похоже но не она линза не такая совсем здесь вот линза выпуклая торчит снаружи здесь видите-ка в пуклая туда где-то вовнутрь она улетела коробочка вот если увидите немножко не симметрично учета у нее когда вот симметрии проблему тут она толще чем здесь это не расперло и и давайте ее попробуем включить включилась даже но карт пишет что заявляет что будет писать 1080 разрешение ну ну будем посмотреть будем будем тестировать эту камеру будем специально наверно обзор сделаем на мега дешевую камеру если она покажет себя более менее достойно то сможем ее даже рекомендовать для покупки как недорогое устройство для записи каких-то ну не особо важных для себя вещей то есть ее можно использовать и как регистратор в автомобиле автомобильный регистратор вот и с собой носить переносить снимать что-то так тем набор аксессуаров ну вот эта рамка полезная рамка с крепежами так это крепеж на велосипедный руль таким образом крепится через рамку через одну из этих штук вот как раз эти штуки кранки и сюда чтобы закрепиться так это кабель для зарядки насколько я помню она данные напрямую не передает на компьютер надо флешку вынимать во всем случае же 4000 не передает этот может быть все что угодно передавать так это крепежи на липучках и на ремешках о и вот базы на шлем база только одна в комплекте блин с же 4000 две базы в комплекте 2 а здесь одна и какой-то тут двухсторонний скотч такой толстоватый ну будем посмотреть ну как говорится за такие деньги что вы хотели так но тест инструкция инструкция на английском в общем ничего лишнего так чтоб чай не заскучал читая инструкцию вот варианты крепления опять же на велосипедный шлем сверху сбоку на руль вот так вот настройки какие то в общем будем разбираться с этим мега девайсом но конечно а вот вот видите заявлено что видео 1920 на 1080 пикселей на 15 fps либо 1208 на 720 30 fps проверим проверим так на 30 метров нырять с этой коробкой можно ну вот туда тут меня вложат вообще смутные сомнения насчет 30 метров дай бог чтоб она на 5 метрах хлебать воду не начала много языков в общем будем посмотреть будем будем посмотреть вот ну в общем то на этом наверно все спасибо вам за просмотр оставайтесь на канале будем с мы еще что-нибудь распаковать будем еще что-то смотреть будут впереди сравнительные обзоры будем что-нибудь интересненькое для вас придумать но на этом все всем спасибо пока пока